Друзья, всем добрый вечер! Добро пожаловать на канал! Сегодня вечернее включение, целый день была занята, начала вчера монтировать или сегодня утром видео, но не успела, поэтому прямое такое включение покажу вам сейчас различную красоту, которую привезла, ну а завтра уже домонтирую интересное познавательное видео, так что подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, я всегда рада! Посмотрите, какую красоту я нашла на террасу, вот так она выглядит, это такой, как бы такая подставочка, смотрите, сейчас я сделаю фокус, вот, убираю и корзиночка, то есть подставочка становится корзиночкой, здесь как бы столик, если приспособить что-то сверху, можно использовать как столик, если приспособить корзинку, то можно использовать, конечно же, под какое-то растение в горшке, а также я хочу использовать под овощи, возможно, под тыкарки, у меня есть место на террасе, сейчас я покажу вам, и я хочу туда поставить вот эту подставочку, состаренный такой металл, я не знаю, что это за бренд, похоже на интерьерс, у нас это бутик, который стоит, в котором вещи стоят очень-очень дорого, ну, а я нашла, если вам интересно, вот такую прелесть за 7 евро, в наших любимых, моих любимых бутиках, ресурсори, туда, куда люди отвозят свои вещи, которые им не нужны, и мы можем их покупать, как вам, чтобы вы как приспособили, можно, конечно же, под шишки, под что-то новогоднее, в общем, масса идей, буду пробовать, буду экспериментировать, люблю украшать террасу, потому что наши террасы две, мы любим, но как-то больше, я все-таки, и мы, даже всей семьей пользуемся именно террасой из салона, главной комнаты, вот, здесь у меня просуживается шапка, я ее постирала, сейчас я вам покажу, поднос помыла, понравился многим поднос, вот этот оказался поднос хороший, ну, а второй с голубым, с синим, он пахнет рыбой, я не знаю, что на нем подавали, и как можно избавиться от запаха рыбы, напишите мне, пожалуйста, я буду вам благодарна, ну, не знаю, с деревом можно ли убрать запах рыбы или нет, ну, вот люди используют под рыбу такие подносы, венецианские, из Флоренции, вот, в общем, как-то вот так, и что я хочу сказать, вот здесь у меня есть место, вот, вот сюда хотела я поставить подставочку, как я не люблю, вот, у мужа есть чехлы, нужно мне попросить чехол, чтобы закрыть вот эту штуку, вот, клима, вот, есть серые чехлы, он покупал специально, обязательно попрошу, в общем, в этот уголок, что я хотела вам показать, я нашла шапку, купила сегодня Саше шапку, потому что у нас холодает, эта шапка Nike, у нее, у нее, у нее, очень классное качество, хороший отворот, сейчас я ее разверну, новая, она была с этикеткой, но все равно, конечно же, выстирала, вот, вот она такая, и у ней красивый бордовый цвет, который, такой винно-бордовый идет Саньке, утром холодает, и будет, думаю, что ему классно, давайте заходим домой, приглашаю вас в гости, не на ужин, но просто в гости, будем смотреть дальше, что же я еще нашла, такой небольшой вечерний влог, извините, здесь у меня мои камеры, телефоны, и все остальное заряжается, вот, что я хотела вам показать, вот такой набор, только показала его, он уже нашел свою хозяйку, это бутик Антика Мурана, Венеция, в Венеции такие бутики, магазинчики есть, видите, здесь опознавательный знак, все есть, коробочка, и это был такой, ну, как бы, подвес, да, вот, колье, очень красивое, видите, какое стекло Мурана, оно просто великолепное, самое главное, не нарваться на поделку, когда, вот видите, такой вот опознавательный знак, вот оно, то это из аутентичного, то есть, настоящий бутик, и к нему серьги, уже были в моем бутике, видите, из одной коллекции, чуть-чуть стекло отличается, просто показала вам, этот набор уже нашел свою хозяйку, вот, можно, с белой рубашкой, будет смотреться просто, великолепно, ну, и вообще, обыгрывать, здесь много цветов, можно обыгрывать по-разному, вот это я не знаю, зачем купила моя свекровь, зачем-то ей понадобился этот, он сделан из гипса, цветок, вот, я спрошу обязательно, просто оказался в моей сумке, отнесу, а я купила, посмотрите, гипсовые такие, как их можно назвать, барельеф, сейчас на меня опять учителя русского языка, они только начнут ругаться, вот, как-то они называются, сейчас я даже вижу в интернете, что делают такие, вот, из натуральных цветов, из гипса, и достаточно тяжело делать, вот, видите, можно подвесить, повесить на стену, здесь такой букет цветов, и здесь такой букет, более, наверное, садовый, тоже понравился мне, я взяла, посмотрим, куда приспособлю, что можно будет сделать интересного, возможно, иногда я просто увожу в Италию, тоже очень приятно, из посуды, из посуды, вообще, я ездила по своим делам, мне нужно было найти на заказ одну мебель, но я всегда смотрю, что есть в округе, украшения, и так далее, и так далее, не могла удержаться вот от этой малышки, посмотрите, тем более, у свекрови есть такой набор, нужно вам будет показать, не набор, а сервиз, вот, показать, это лимош, очень нежная кофейная чашечка, смотрите, какая она, я люблю, когда такие чашечки, конечно, кофе, вот такое, серее, то есть, не каждый, посмотрите, вот, пьет, но у меня уже есть другой набор, я вам покажу, и она отлично подходит, или просто мне нравится, когда на туалетном столике, вот даже какие-то украшения, вместо шкатулки, в такой чашечке, очень красиво смотрится, и на туалетном столике, вообще, так женственно, так грациозно, в общем, вот такая милота мне попалась, вот, одна, и видите, у нее идеальная позолота, все идеально, просто-напросто, ничего не сколото, не отколото, поэтому, взяла, и еще, вот такая тарелка, тоже, очень красивая тарелка, посмотрите, здесь ручная роспись, есть ручная роспись, возможно, деколь, но видно, что есть ручная роспись, шикарная позолота, видите, здесь, еще и кобальтовое покрытие, вот такая тарелка, это, скорее всего, десертная такая тарелка, очень-очень красивая, появится в моем бутике, Винтаж Бай Светлана, вот, Лимош, Хэвилэнд, Франц, Реуссимел, то есть, ручные есть от работы, вот, позолота, и видите, добавлены, штрихи, это роспись по фарфору, вот такая красота, мне кажется, просто шикарно смотрится, и что вам еще показать сегодня, сегодня покажу вам, то, что появится в моем бутике, пустые плечики, сейчас я включу здесь свет, потому что у нас уже темнеет, я решила продать свой жакет, ну, свой, это винтажный жакет, от Эскада, вот, 36 размер, но он хорошо подходит и на 38, шикарная вещь, когда вы смотрите, как сделаны детали, крой, это, конечно, что-то с чем-то, здесь идут крючочки, это, сейчас я вам скажу, шерсть и шелк, вот, очень красивая выделка, посмотрите, как сделано все, шикарно, ну, люкс, он и есть люкс, конечно же, здесь не придраться, вот, такой жакетик, хочется сказать, твидовый а-ля Шанель, ну, напоминает чем-то, да, очень красивый, и цвет, и крой, он в идеальном состоянии, есть внутри, этикетка, все сделано шикарно, полочка, ой, спинок, спинка идет с, вот такими, отрезами, да, по-моему, так это называется, уже забыла, как называется, в общем, жакет, очень-очень классный, и знаете, недавно смотрела мой любимый канал, как раз, в Огель Пари, и там вот, как, по-моему, была как раз, один стиль, одна девушка, многим понравилось, что я даю такие вот ссылки, буду давать, делиться, все, что мне нравится, и там, она называлась, манекен де кабин, то есть, девушка, которая, примеряет всю одежду, Шанель, то есть, все коллекции, и у нее, конечно же, у нее, конечно же, дома все коллекции есть, и вот такой жакетик, она носит с простыми джинсами, и футболкой, и чем-то простым, какой-то стиль обуви, совершенно спортивный, смотрится невероятно, красиво, стильно, необычно, в общем, вот такой жакет, эскада в размере 36-38 европейский, в продаже, так что, кого интересует, то обязательно мне пишите, вот, а я поеду за Сашей в школу, забирать его, такой у меня получился сегодня, спонтанный вечерний влог, ну, а завтра уже будем снимать, более такое, полное видео, ну, и такие влоги имеют место быть, показать красоту, просто пообщаться с вами, я знаю, что и вам нравится такое общение, и мне нравится такое общение, в общем, заглядывайте в мои бутики, Винтаж Бай Светлана, пустые плечики, и просто на личную страничку, там много всего интересного, всех целую, люблю, пока! Субтитры сделал DimaTorzok,